Субтитры делал DimaTorzok Естественно, сродни Доте, поэтому и подписались И вот решили мы проверить Какой у кого скиллок, как то смотрится Есть ли у них вообще навыки профессиональной командной игры Ну, пока что, пока достаточно плотненько идут коллективы Вообще, так сложилась турнирная сетка, что в ее верхней части Ну, верхней просто как бы визуально Верхней, так у нас все одинаково и ровно идут Так вот, в верхней визуальной части Сконцентрировались достаточно мощные команды Что команда School9, что команда Too Much Alcohol Показывала достаточно уверенную игру И тут им придется сразиться друг с другом Тут, в общем-то, не хотелось бы на этой стадии Ни одну из данных команд потерять Потому что дальше, мне кажется, что обе команды претендуют на полфинал Это факт, и не просто там случайные соперники у них были Они своей игрой доказали, что способны выйти и в полуфинал И в финал тоже, я думаю, одна из этих команд могла бы попасть Правда, им там сражаться потом против Teerai А Teerai вчера в одной четвертой вообще расковыряли просто на куски команды ТТЕ Вот, поэтому выход, конечно, сейчас, мне кажется, будет сложным Для одной из двух данных команд А дальше будет еще сложнее Ну, тем интереснее, в принципе Ну и давайте сразу переходить Сразу, да? 40 минут прошло, я говорю, давайте сразу Давайте уже переходить к пикам и банам канал Команд School9 забирают себе Тини, Спирит Брейкера, Темплар Ассасин И Nature's Profit тоже отлетает у нас для школьников Nature's Profit, который вообще не пикается никем, кроме Адмирала Бульдога Nature's Profit, которого забыли в профессиональной доте Который не очень интересен профессиональным командам А тут вроде как взяли, да? Выбрали его себе игроки Вот такого вот полупрофессионального аматорского коллектива Ну и чем будут отвечать, алкоголики? Лешрак, Леон и Дезратор уже в пике Леший, скорее всего, у нас будет идти в роли Керри Потому что как саппорт он тут уже нафиг не нужен Леон и Дезратор с этой функцией вполне справляются Может быть будет как мидлейнер У нас Лешрак в таком случае необходимо забрать еще Какого-то Керри и какого-то оффлейнера Nature's Profit, где же будет стоять? Сейчас у меня вопрос Темплар Ассасин определенно идет в мидлейн Nature's Profit, в общем-то, хороший кандидат на сложную линию Да, это герой, который в пабах обычно в лесу у нас Используется, но в профессиональных играх зачастую отправляют его на сложную Spirit Breaker тоже зачастую отправляется на сложную Вот, Spirit Breaker нужна линия для того, чтобы хотя бы левел получить перед тем, как начать бегать И где он будет этот левел получать, сейчас узнаем Тинника отправлять в лес или отправлять еще куда-либо по этому пику Я думаю, было бы неразумно И Скул Найн об этом не хуже меня, скорее всего, догадывается Потому что я здесь, а они играют Войт Последним баном от команды Школы 9 И Тумач Алкохол должны отвечать баном саппорта какого-то Саппортов я здесь не вижу Неужели Тинни будет саппорт? Ну и Nature's Profit тоже не саппорт Нужен какой-то хороший саппорт В команде Скул Найн Сайленсера Тумач Алкохол забанили четвертым Виспа забанили под Тинни как раз-таки Ну и кто вообще мог бы дополнительный плюс Тинни организовать? Я даже не знаю на самом деле Вот вчера, кстати, команда Тирай приятно удивила интересной комбинацией Забрали Алхимика И Алхимик этот просто снарядил Тинни аганимом Тинни ничего для этого не делал Ему свалилось счастье такое на голову в виде 4200 монет Ягани в руки, пошли бить Как флаг тебе в руки, только бревно тебе в руки для Тинни это самое оно Ну и все, последние 30 секунд времени активного для Скул Найн Еще, правда, полторы минуты дополнительного Но я думаю, здесь пора бы уже и решить Что да как, в общем-то я вижу, быстро достаточно пикали команды Дополнительное время школьники вообще практически не использовали Но школьники? Че думать вообще? Пикаем все, что попало, идем выносим Если проплет, конечно Какой саппорт вообще мог бы здесь зайти? Давайте рассуждать Ну, Энигма мог бы, наверное, зайти Но с другой стороны, пуш потенциал Нейчерс Профита надо чем-то поддерживать Мог бы зайти, я думаю, что Шадоу Шаман мог бы зайти Действительно, Нейчерс Профит, Шадоу Шаман, хорошая пуш стратегия А Тинни со Спирит Брейкером и Темплар Ассасин В это время развлекают оппонентов Просто бегают за Тауэром и не дают подойти, в общем-то Раскаст есть, дэмэдж с руки есть Кому выдерживать дэмэдж тоже В общем-то есть Та же Темплар Ассасин через Рефракшн Может очень долго терпеть Ну, возможно, мне кажется, Шадоу Шаман И на линию с Тинни тоже было бы неплохо Просто обезопасить данного героя Ну или Дазл, например, чтобы драться подольше Андаинга не любят Вы видели, причем, насколько Андаинга не любят И, кстати, не просто не любят Андаинга Андаинга, даже не конкретно Андаинга массово не любят На эту мачалку у меня есть подозрение, что Матч Скул 9 все-таки смотрела вчерашний Вы видите, кто ушел первым в бан? Первым в бан ушел Инвокер Инвокер, на котором вчера Нестер просто подразорвал команду СПС Смотрелось это жутко Вот, Инвокер там сжег невероятно Что теперь, кстати, мидеру, наверное, лишь Шрака, я думаю, дадут Команда Скул 9 забирает себе Бладсикера Ну и так вот посмотрите, по большому счету Что в пике команды Скул 9? У них 5 лейтов 5 5 лейтов 5 саппортов нет вообще никаких Ни одного саппорта 5 лейтов Затянем катку, выиграем Или как это делается, я до сих пор не могу понять Будем смотреть А с другой стороны, очень концептуальная штука Школьники набирают себе 5 керри И надеются на победу Ну и, кстати, шансы на победу у них есть Они действительно в первой игре Прилично так впечатлили Своей игрой Я думаю, что и в этот раз тоже смогут Нормально выглядеть Ну и Квин оф Пейн Эту мочи алкогол И теперь вопросы по лишраку Р-34 забирает себе лишрака Эдрик будет играть на Леоне Хао Асакура будет играть на Квин оф Пейн Невар играет у нас на Дизрапторе И Бристл Бека заберет себе кто-то там еще Никки я еще не выучил Люсьен Лошан забирает себе Тинни Джесс будет играть на Спирит Брейкере Нестер Это Темплар Ассасин Блад Сикер Я запомнил этот никнейм Чувак сбрасывал шмотки Чуть ли не за каждого из своей команды Которая там не могла никак Скооперироваться и шмать ее посбрасывать О, а Р-34 начинает с классики Да, пошла жара в хату Прошлый матч примерно с той же истории начинался Точно так же развитие событий было Ту-мач алкохол примерно одинаковый Я так смотрю В одинаковом стиле начинают игру И что? Может он отходит вообще и во время паузы смотрит стрим? Так мы не дадим ему это сделать Не будешь ты смотреть стрим? Смотри заставку Да, ребят, у нас тут небольшая пауза Просто чтобы в мерах осторожности Не то, чтобы мы кому-то тут не доверяли Но палить стрим, смотреть какие-то закубы стартовые Еще что-то там Расходы по лайнам Это не алло Сейчас от паузы отожмут И начнем Ну вообще по расстановке линии у команды ТМА Что может быть? Брит скорее всего, я думаю, отправится в сложную Квапа могла бы идти в легкую линию Или Лешак мог бы идти в легкую в роли Керри Вот, а Дезраптор с Леоном, разумеется, где-то рядом В притык должны быть со своим фармящим героем У команды С9 немножко другая история Им надо тут выдумывать действительно Потому что просто так по линиям расстановочку не сделаешь Везде у тебя Керри Так, ну что, команды отжали паузу Тот, кто хотел что посмотреть, не посмотрел Ну и я думаю, что вы понимаете Наши меры осторожности все-таки на кону Что-то да имеется Ну и пошла Пошла у нас игра уже в активную свою фазу Nature's Profit уже прилетает у нас Ого-го, как далеко Будет стоять, ждать своих оппонентов Здесь Тинни движется в эту же сторону Тинни идет через Тос И Тос, скорее всего, будет в приоритете Значит и Гроу, пожалуйста, тоже будет макситься на шестом левеле Ну по классике Кстати, отошли в прошлое уже эти Тинни Которые Гроу не максили до 11-го левела А просто максили, Эвалендж и Тос Причем Эвалендж был в приоритете На профессиональном уровне и на ПАП-уровне Везде-везде Ну что, выход у нас на нижнюю руну Нестер просто сорвит голова Пошел файтиться Сюда прилетает еще и Борск Эрика закрыли В Кинетик Филде не очень легко Леону приходится На лоу КП у нас Темплар Ассасин И на лоу КП у нас Леон Леона забирает Чет пока что 1-1 Бристлбэк Кстати, через Гу-то у нас пошел Не через Спрей, а через Гу Ну и опять у нас еще один стан 17 секунд и очередной стан Команды подразвалились Ну, Брист на лоу КП У Бриста нет Квилл Спрея У Бриста нет Бристлбэка Поэтому его-то будут бить без проблем Тут и он ничего не сможет сделать своим соперникам Ну, ему оставаться здесь по-любому вообще 1-1 становится счет И, по-моему, второй фраг Как раз для команды Скул Найн вот-вот и происходит Блад Сикер Забирает этот фраг Чуть-чуть по голде поднялись 2-1, С9 Вот этот рассказ, который у них Планировался Все, в общем-то, на ранних минутах Достаточно неплохо было реализовано 3 минуты Ой, 3 минуты 30 секунд у нас сыграно А счет уже 2-1 У нас фраг каждые 10 секунд, по сути Ну, начало активное Агрессивное Вот такая дота, в общем-то, и нужна до конца матча Я думаю, примерно такое она будет Ну, школьники против алкашей Тут вообще неразбериха должна быть полнейшая Поэтому и драки Оторванные будут По всей видимости Ну, и пик команды С9 Обязует, скорее всего, к дракам Тут ранние скиллы у нас у Блад Сикера Ранние скиллы у Тини Тини я не понимаю до сих пор Кем, чем выступает в этом коллективе у нас Тини Он занимается отводами В это время на линии у нас в соло Стоит Блад Сикер Стоит против Бристлбека Милишного Ммм, не просто совершенно Вот, на сложную команду Скуллнайна Отправила Спирит Брейкера И лез у нас за Нейчис Профитом Нейчис Профит полетел Вот куда Показывать не буду Ну что, и Нестер у нас в соло Против Квин оф Фейн Квапань не самый приятный соперник Для Темплар Ассасин Потому что рефракшн сбивается Вообще за несколько секунд всего лишь Ну и вот, смотрите Раз тикнуло, два тикнуло А рефракшна нет И дэмэдж по Темплар Ассасин Все равно заливается В Темпларке уже есть бот Со стороны команды ТМА Ботлы пока что нет У Талисман И 480 на руках Чуть попозже будет появляться На легкой линии Команды ТМА Лишрак у него Уже 5 на 5 Против него Джаз 3 на 0 Вот, ну и недалеко Здесь находится Невард На Дизрапторе Занимается отводами В это время Лишрак пытается выформить Ну, такая комбинация Команда С-9 После... Так, Курьер Дайеров У нас развалился И кто же это такой хитрый? Это у нас Леон такой хитрый Просто пошел Убил Курьера И Нестер остается Без Ботлы Ботла в Курьере Как была Так и лежи Бедняга И пришел просто Борс Его пробустить Здесь уже Нестер Сложноватый Конечно, Нестеру теперь будет Ну, Леон молодец Просто Все по классике Увидел Понял Зашел за Тавру Убил Курьера Ну, прям Такие профессиональные игроки Эти алкоголики В команде С-9 Агрессию проявлять На ранних левелах Мне кажется Немножко Сложновато Потому что Левела Того же Нечи с Профита Не позволяют Нормально файтиться На ранних этапах Рефракшн На Темпер Ассасин Да, это безусловно Полезная штука Но вот Спирит Брейкер На ранних левелах У меня вызывает вопросы Чарджер Даркнесс Это все хорошо А сам по себе Спирит Брейкер пока Не самый крепкий Не самый сильный Ну и Тинни Тоже Раскастоваться и умереть Разве что так Потому что у команды ТМА Есть много всяких Вариантов для контроля Это Леон Это Диздраптор Это тот же Лешрак Вот и Квапан Скиллы у интеллектуалов Команды ТМА Достаточно мощные Ну и по фарму Давайте обращать внимание На первом месте у нас Бладсикер Который 16 Даже 17 на 5 Стоит Соло против Бристлбека Тинни далековато Находится Поэтому Бристлбеку Демеджа особого не наносит Ну и удивительно Как-то Сикер Удачно стоит Против Бриста По идее На ранних лвлах Бриз должен бы От Сикера Вообще ничего не оставлять Ну Не Пожалуйста Здесь уже скил Берется И учитывается 1-2 счет ТМА По голде Проигрывают Копейки Абсолютные По экспириенсу Школьники Тоже впереди Но они были впереди На 500 В начале этой игры Сейчас До сотни скатились По голде Тоже школьники На первом месте Нэйчис профит Приезжает у нас На Бристлбека Под ноги ему Сразу же Бладрайт Третьего левела И Люсьен Лошанс Из кустов Просто появляется Ну и здесь Келл Конечно же Погибает Даже не стал Не мог бы Конечно Тос провязать Но Тос Не стал вообще Причиной Потому что Бриста отпустят 3-1 счет Становится По голде 341 В этом файте Поднимают Игроки команды Скулнайн Ну и на лоу хп Отсюда уходит Нестер И борзу Скорее всего Будут развалить Хотя нет Бедняжка Бедняжка Квопа Она была уверена Что с ДД Как минимум Нэйчис профита Она-то расковыряет И Спиритбрекер Просто по таймингу Влетел В Квин оф Пейн Очень удачно Все получилось Квопа там Наверное Мышку В труху Просто разбила 730 по голде 609 по экспириенсу Школьники давят У них 750 преимущества золота И 1000 с копейками По экспириенсу У Квопы Есть боттл И по-моему Темпларка уже с боттлой Да Ну темплар Есть боттл 500 на руках Скорее всего Фазы Даггер Вот такая ерунда Кстати темпларта у нас Ничего Такая Скилловая Через мэлт Уходит Спокойненько себе От шадоу страйка И шадоу страйк Видим что Вадим Вкачан Просто чтобы сбивать Тот же рефракшн У нас темпларки Темпларку здесь заберут Должны по крайней мере Нет Рефракшн Все вывозит Просто все удары Которые по ней Наносились Как на лоу хп Темплара уходила Так она с тем лоу хп Двигается на базу Ну и джаз в это время Разваливает у нас Лешрака И Эрик Бедняга так и не ушел Отсюда Ну школьники борзые Что тут сказать Не просто Вообще ни с кем не считаются Будь то старшие Будь то алкаши Какие то во дворе Они просто выходят И толпой замешивают Палки, кирпичи Все взяли в руки Все что было И пошли бить алкашей Ну классно У меня в детстве конечно Немного другие были развлечения С другой стороны были ребята Которые Таким вот образом И развлекались Где они сейчас Правда не могу вам сказать Вот но Тогда это казалось Достаточно весело Каком правда Они сами стали алкашами Другую картину наблюдали Ну что Лешрак Остается один пока Здесь жить Бристалбека в это время У нас на топ лейне Блатсики разваливает Счет 8-1 Ой-ой-ой-ой-ой Не сладко будет Той команде Которая в полуфинале Со школьниками у нас встретится 8-1 Чет на данный момент Леший С Ставу Физодри И пока что Все Я даже не очень понимаю Куда Лешрак у нас выходит Возможно это будет Догон Ну вот Ну скорее всего Ну просто Догон Собирать по этой игре Но это Это капитуляция Это уже понять Что Что-то вообще Идет не так Нэйчис Профит Уже у нас Куда-нибудь Да направляется Направляется он На Лешрака Лешрака закрывают Джаз просто Проламывает деревья Лешраком И дальше Двигается за ней Ну это действительно Ноуноч 1-9 7 минут 20 секунд Нэйчис Профит Приобретает себе Белт оф Стрэндж Готовится в ПТшку Как там у Джаза дела У Джаза есть Урнов Шатус У него есть Пауэр Трэдс Невар Фактически голый Подходит у нас К Спирит Брейкеру Ну и что делать Вообще не ясно Ну дал он Эм Какой-то там Страйк Я не помню Какой по голове И Немножко дэмэджа нанес После этого Развернулся И ушел Сам Потому что Ни маны у него Ни кд скиллы Там не повайтишься Ну и работает комба 5 керри Говорят пап Ну пап так пап Окей Хорошо Если этот пап работает Почему бы и не пап Использовать Гладрайт пошел Опять от сикера Сил 95 Наступает На эту всю ерунду А как там Бедненький леший Р-34 Оставили здесь соло Оставили Немного подфармить И он приобретает Себе рецепт на Ю Да Я подумал что Догон Что-то я Поднатупил Да Это Ю Поэтому еще Собирать и собирать Лешраку На всю эту красоту Спирит брейкер Уже несется В Лешрака Джаст меняет у нас разгон Потому что На подсейв сюда Прилетел Леон Ну не знаю Будет ли Леон помеха У него один тапок И у него танго У того же спирит брейкера Уже ПТ Куча ХП Дэмэдж тоже приличный Ну и там Плара Ассасин По тавру Не рефракшн Третьего левела Нестера пытаются поймать Разгон пошел У нас от Джаза Закрывает у нас Закрывает у нас Дезраптор В принципе Да никого В общем-то Самого Лешрака Закрыл Что к нему не подходили Ну и здесь лишнего Хватила команда Скулл Найн За Нестером Погоня дальше У нас от Квин оф Пейн Нестер сражается Тут прям По львиному Сражается против всех И Квапа в этом файте Делает даблкил Немного Но фрагов Все-таки Нарубили Тейма Но погалдета Для них Это не такой уж Маленький бус 1750 по золоту И 1600 по экспириенсу Ответная реакция Достаточно уверена Давайте Нормальная схема Для алкаша Давайте мы его будем фидить 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 Чтоб потом Больше с него получить Сикер единственный Кто там в файте Не участвовал А посему не слился Вот из тех Кто в близости Какой-то был Вот Сикер правда В это время Занимается развалом Тауэра Ну и внизу Спиритбрейкер Опять врывается У нас в R34 Лешрак Стопит у нас Джаза Джаз Убивает В итоге Лешрака Вместе с Темпларкой Ну и за келом погоня Еще один удар Из Мелда По спине Мелд Несильного У левела Здесь разгон Дальше у нас От Джаза По Бристолбеку Бриста развалили И Леона Тоже здесь убьет Ну и даблкил от Нестера Джаз остается живой У него 6 зарядов В урну Шадоус Он может Хилиться Регениться Делать все Что вообще захочется ему Как так получилось Как это возможно Квапу просто ждали Квапа ворвалась Наверную смерть Триплкил от Темплара Ассасина У нее Ладно Да остановитесь Там на базе Нейчис Профит Разваливает у нас Дизраптора Ну и что Борс Он просто стоит В кустах Так между прочим Сам себя закрыть не смог Но развалил Дизраптора на базе Ой жесть Ой жесть Никто их не воспитывает Просто без печали Пацаны Вижу цель Полетел Вижу цель Полетел Темпларке уже 2000 на руках В принципе Сейчас уже Будет готов даггер И по тому количеству Дэмэджа Которое Темплар вносит С одними фазами И с четвертым Рефракшеном И я думаю Смолдом сейчас разберется Вот тому же Дизраптору Той же Тому же Лишаку Тут Конечно Нелегко будет Ну Смотрим Смотрим Пока что Ярко Пока что интересно Команда ТМА Выходит у нас На мидлейн Тинника увидели Тинник глимсонули И так неудачно Глимсонули Что страх просто Невара Закрывает у нас Борс Сразу моментально здесь Моментально Только какой-то файт Два ТП на мидлейн Джас просто пешком Сюда приходит Ну и пошел развал Насколько я понимаю У Эрик Один удар Несчастный У Эрика ХП Налево вообще остается Джас закрыли в кусты Причем закрыл его Борс И непонятно Зачем закрыл Дальше у нас Соник Вейф от Попы Борс на лоу ХП А пока что Три в два размен Нестер пошел разговаривать С теми Кто обижает его команду Кел 95 в таверну Нестер продолжает файт У него даблкил В этой Драке Где-то мне кто-то Триплкил кинул Крикнул Почему-то Я не понял Кто Вроде никого Никто триплкил не делал Вряд ли это была Клопа Нет Не Клопа Это точно Борс написано Даблкил А Голос кричит Триплкил 18-8 Да По экономике Школьники 5000 выигрывают И по экспириенсу 4000 тоже в их пользу И Нестер продолжает Вести за собой команду Действительно Мидер Очень толковый Прошлая игра На инвокере Показала уже Что его стоит Опасаться Это как минимум А в лучшем случае Даже и бояться Возможно Ну и спирит брейкер Это бывает Здесь крантик фил По идее Отсюда не должны Выпускать Чержидаш Будет не скоро Ну еще и так Перед смертью Дизраптору По щам отвесил Минус 3 делает Команда ТМА Просто в разных частях Карты И Минус 3 Очень важный Для них Файт рекап Ну-ка покажите Ну-ка Файт рекап Говорит что 2000 ТМА За последний За последние полминуты Отыграли По золоту 2000 По экспириенсу 2600 Очень много Очень Столько платят За героев Команды С9 Неудивительно Потому как Стрики Они себе Набивали Левел у них Повыше Денег они Зарабатывают Больше Ясен пень Что и платят За них Побольше Чем Могут платить За кого-либо Темплар Ассасин Уже с Даггером Блейд оф Алакрити Тоже у нас Для темпларки Есть Вот Скорее всего Будет выход В Манта Стайл Против Кого Против Чего Глим С Манта Стайлом Сложно За и выйдить Там вообще Надо Супер тайминг А что Тогда Лешрак Сайленс Тоже непонятно У кого Так Бристалбек Разваливает Прибежал Джаз Прибежала Сюда Квапа И Квапа Просто Получается Попадает Под Паровоз По имени Спиритбрейкер Квапа Накарень Нырнула 11-21 1100 Зарабатывает Скул-9 В Этом Файл Бладсикер Продолжает В принципе Достаточно Агрессивно И уверенно Идти Закрывает У нас Бладсикера В Кинетик Филл Диа Плюс Статик Филл Под ноги Ну и Продолжается Издевательство Там где-то Темплар Ассасин Кого-то убивает А она здесь Кого-то убивает Это Дриплкил Это Годлайк От Нестера 14 минут 40 секунд У нас уже Годлайк у Нестера 10-2 Два счета Чувака Ну Страх просто Какой-то ТМА здесь Я думаю Что Немножко Начинают Паниковать Потому как Дела у Темплар Ассасин Идут Великолепно Ей уже летит Готовая Яша У нее есть Фазы У нее есть Даггер У нее есть Мом Ой, Мом Может и будет Мом У нее есть Боттл Я хотел сказать Конечно же Даггер и Фазы Вот И сейчас Ее не убить А потом появятся Артефакты Как ее убивать С артефактами Вообще не ясно Короче Нестер Мне кажется У нас претендует На MVP турнира 100% Если там поярче Кто не будет Ну пока что Внимание конечно Привлекает Своей игрой Что это был Инвокер Что сейчас Напларка Напларка Вроде и попроще Но так Безошибочно Не отыгрывать Надо как бы Хороший скилл По галде 10 тысяч В пользу Команды Скулл Найн По экспириенсу 7500 7500 И это Этих школьничков Троллили В общем чате Когда в лобе Мы создали Алкаши Школьники Так вроде Уклончиво Отвечали Там и школьники Троллили Сколько ММР И Спросите Алкаши Сколько У вас ММР Ну конечно Распоясались Школьники У нас Ну кстати Вот видите Да Как ситуация И вижен Имеется И контроль Есть над линиями Потому что Линии пропушены Вот И руны Контролятся Той же Темпларкой Ну и просто Уже На половине Соперника Зваливает У нас Эрик В таверну В таверну У нас Дезраптор По Троим У нас Сплит Пошел От Лешрака Налог КП Зистине Отъезжает Нестер Под рефракшеном Нестер Через Пси Блейд Убивает Еще И По моему Форсир Нет Это Бристалбек У нас Умер Через Пси Блейды Дальше На Р34 Удар Из Мелда Триплкил В этом файте Недалеко У нас Ультракил И будет же На тебе По Квапе На тебе По Эрику Ультракил В этом файте Просто Оставляйте Даггер Есть у Нестера И он будет Бежать Он 100% Будет бежать Ну как же Так Подходи Дерись Забирай Рэм Оно того стоит Ну Тут Перебаковал Конечно Безусловно Нестер Темплар Ассасин У нас Отъезжает Савер 718 За него Еще и Сикер Да ладно Ребята Это шутка Что ли Тинни Отваливается От команды Скуллайн Люсиен Лошан Психанул Как будто Окей Так Я пока Заставочку Поставлю Чтоб не Палились Всякие Вардики И прочую 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 Ерунду Как это Жмут Паузу Сразу Скажу Продолжение следует Да кстати Друзья Пока там Небольшая Пауза Не забывайте Подписывайтесь На наш канал На Твиче Заходите В группу Вконтакте Подписывайтесь Участвуйте В следующем Турнире В таком же Summer Cup А дальше В осенних Капах Которые мы Будем проводить Ну и Безусловно Подписка На наш канал На Твиче Позволит Вам знать Все новости Все дальнейшие Стримы Которые Будут у нас Проводиться Естественно Это первый Наш опыт Проведения Турниров Вот такого Локального Масштаба А так Мы как бы Студия Киберспортивного Комментария Топ события Комментарии Известных Команд Ну и кто знает Может кто-то из этих Команд В частности Школьнички Скоро у нас будут В какой-нибудь Про или даже Старс серии Отыгрывать Ну Если будет То круто Тинник пока Еще не вернулся Вот Ждем его Проблемы Какие-то с компом Комп перезагружается Ну подождем Немного Че 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 К К Че Че Продолжение следует... 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 И... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...